В Астане стартовал 8-й Международный горно-металлургический конгресс. Открыл его первый вице-премьер Оскар Мамин. Он же обозначил рабочую повестку очередного конгресса. Сейчас во Дворце мира и согласия, в самой гуще событий, работает наша съемочная группа. Моя коллега Ботогос Саркулова на прямой связи со студией. Ботогос, так какая же повестка в этом году? Добрый день, Алмаз. В рабочей повестке конгресса подведение итогов двухлетней работы над Кодексом о недрах и недропользовании планы по привлечению инвестиций в горно-металлургический комплекс и внедрение передовых инноваций. Подробнее обо всем этом я расскажу в вечерних выпусках новостей. А сейчас хочу остановиться на том, какая программа запланирована на день сегодняшний. Уже прошло пленарное заседание. Далее последуют три сессия форума. На первой главы крупнейших предприятий отрасли и зарубежные эксперты обсудят инвестиционные ожидания и тенденции рынка. Вторая сессия конгресса будет посвящена инвестпотенциалу геологоразведки. Участники смогут узнать о финансовом состоянии крупных инвесторов, их требованиях к проектам в нашей стране и механизмы финансирования через нашу биржу, то есть МФЦА. Ну а в ходе третьей сессии будет обсуждаться цифровизация ГМК в Казахстане. И, как всегда, в ходе конгресса организована выставка. Тут новейшие оборудования для горной металлургии, различные программные решения в области управления предприятиями и многое другое. И сегодня же состоится церемония награждения отраслевой премии «Золотой Гефест». Отмечать будут передовиков. На этом у меня пока все. Алмаз, передаю вам слово. Будем ждать информации. На прямой связи с нами была Ботогос Саркулова. Ботогос Саркулова